После небольшого перерыва мы покушали. Как всегда, мы хорошо, очень кушаем, плотненько так. Сегодня у нас были курочкой, сегодня была рис очень вкусный, особенно с майонезиком-то. Это вообще вкуснота. Да, кормил. Кормил, кормил. А ты как хотел, поваренок же я, хули будущий. Да, да. Чё ты хотел-то? Я вообще готовлю, я даже переменю, я готовлю. Да, пиздец, девка, блядь. А как же бичева моя? Давай, погнали. Уже не нравится братку. Уже братку не нравится, как я бичевую готовлю? Изысканно. Давай, давай, давай. Поизысканно я готовлю её. Изыски на бичевую готовить? Конечно. Заваривать определённо, блядь. Вспомнил в счастливом месте, как там, знаешь, Даша, типа, заваривает лучше всех. Доширак, блядь. Я же готовлю бичевую лучше всех, ну чувак, ну. Не знаю, всё, всё можешь облизнуть тут. Ну я пропал. Ты даже не знаешь секретные ингредиенты. Ингредиенты какие нужны. Чепотку соли. Нет. А что? Самый главный забыл. Что же? Мазик ёбаный, блядь. Мазик? Мазик, сука. Какой? Такой мазик. А там разные, провансаль есть. А там есть всякие, березовский. Там без разницы. Там без разницы. Ой, нихуя тут. С усами. Да ёбаный. Три фуфела. Блядь, блядь. Как вы можете заметить, что мы одного братка всё-таки позвали. Да, долго звали братков. Долго, долго. Кто-то хуй знает. Кто-то как-то пригласил. Да, всё-таки мы сумели пригласить. Оказывается, не все знают, как выходить из команды. Так, давайте скажем сразу, скажем, короче, сразу, как выходить из команды. Нажимаете F, зажимаете, потом на свой аватар, раз, всё, покинуть команду. Бац, бац, всё, готово. Так, я еду, браток. Ты там едешь? Да, блядь, еще камень, браток. Да нихрена, вы там ебашки-то, а? Я пока тут, тут реал такой маленький запилил. А вы, блин, уже крысите. Да, еще как, я, кстати, тут неправильно поехал. Что-то ты вообще как вонючая мышь. Что-то тут можно ехать, как хочешь, прикинь. Да? Да? А, ну-ка, если я так поеду. Не туда. Да мне тоже писало не туда, нормально. Ни хрена себе! Охуенно, да? Это охуенно. Не, ну как бы это было в Бернаут Парадасе, еще давно? 42 километра. 42 километра! Прикинь. Это мы через всю страну уехали ездить. Очень долго, просто. Ну это гонка, легкая, гонка. Так, вообще, ничего нет, просто едем втроем. Кстати, оказывается... Кстати, можем поговорить пока, не знаю, о еде, моей любимой. Вот, смотрите, ребят, бичева, как готовить ее? Хотя я уже 10 раз, наверное, говорю. Главное, вливать воду. Некоторые, наоборот, братишки, вот, например, фухи. Ой, вот сейчас хуйню несет, потому что... Да я не люблю супы! Без воды! Ну что без воды-то? Без воды с... С мазиком хуёво, когда вода и с мазиком вообще зыбьет. Так там все разваривается, мудель мой. Да, блядь, это один такой губкой, что ты, блядь? Блин, впитывай эту хуйню и все, блядь. Какая разница? Она, да, она разваривается, но это тебе не пельмени. То есть, если ты бичевую оставишь чуть-чуть подольше... Тхо, я даже на 30 минут оставил! К сожалению... А, я помню, помню, браток. К сожалению, вся разварилась, вся в воде была. Один браток спас твою бичевую. Вообще, респект. Да, да... Да ёбаный в рот меня толкают, смотри как. Бич! Походу, я на серебро сегодня доеду. А может и нет. Вот, ты стас, блядь. Ну, возможно. Да, возможно, чё. 38 кил... А чё он вообще можно... Так, блядь! А чё он вообще можно... Так, ну смотри, я ж научился варить пельмешки, браток. Расскажу, какие самые вкусные. Сегодня расскажу. Короче, самые вкусные... Лашкарёв со свининой. Не-не-не-не-не-не. Короче, великосочные называются. Смотри, прикол. Сколько килограмм стоит, браток? 200 рублей. Смотри, прикол. Но зато они пиздецки вкусные. Смотри. Это как обычные пельмени, но когда, смотри, их откусываешь, там бульон внутри. Прикинь? Там бульон. И он очень вкусный, браток. Ну, короче, погуглите, ребят. Это великосочные называются пельмешки. Очень вкусные. Лашкарёв заебись. Рефтинские заебись, уральские заебись. Говяжьи, да? Да. Освинины? Освинины. Потом ещё... Я когда... У них там, короче, не горються. Блядь, вот этот пиздец сейчас был. Чё там было, браток? Да браток наш врезался. Врезался в бочонок с водой. Блядь. Специально, как будто для него этот бочонок сторожил. Ну, как бы, сторожил. Он ждал его. Да, ждал, ждал. Видимо, уже половину поехал. Да. Бустро? 34 блядских километра, нихуя. Как-то мы медленно покид... Как, чувак, ты чё? Ну и ладно, ну и как вот. Ну, как он сдал. Ну, блядь, ну, братишки, сдаются. Вот, я понимаю, Макса нахуй хуи сейчас. Вот-вот соснул он немножко. Хуй-то, но он же не сдаётся, блядь. Погланд, погланд. Ты сейчас соснёшку ты собрался. Не-е-ет, мы сейчас не сосну. Ну, вы сообщили в чате, да, давайте ради меня, пожалуйста, выйдете. Да-да-да. Столько долго едем, парень извини. И вам, парень, давайте завтра. Ну, дайте тогда... Ой, блядь. Не выходите, ёбаный, брод. Немножко я сосну. Смотри, как я еду, блядь, я сокращаю по-покрысиному. Да, я тоже. Эх ты, дирюка вонючая, не смей. Ай, хорошо, блин, я видимо продумал, что Макс, ты меня догоняешь, крыса. Как ты догоняешь, что ли? Ааа, с умаками? Ты че нахуй... Ты своей ебучей тактикой меня хотел задавить, а? Конечно, все у меня продумано, что у тебя много полигончиков тут не выдержит маленький ноутбук. Ааа, лагает, пиздец. Полигончиков? Деревья, сука, текстурах этих ебучих? да да 아� прикинь короче я такой мимо парка там там люди там кормили белочку AUNR просто белку на самом деле в городе редко встретишь В смысле видел Белку? бляскую белку прикинь А-бляскую откуда унагрыбок откуда дыбок Нела такая белочка этой êбасная бегала прыгала там хуйница, стала братом на деревьях ё-а хуями семечками, она хуярит хуярит в снег Чё-то там делает и снова хуярит семечки, короче, прикинь. Хопец. Слушай, я вспомню, знаешь... Осторожнее, птички, птички тут, смотри! Они, они не стайками летают, нихрена себе. Ты это знал, браток? Ну что, они не стайками умеют летать. Ну, треугольником ебаным. Вот, всё-таки эти звери как-то продуманные, да? Нахуя им треугольником ебливым летать, а, браток? Точняк. Ты об этом не задумывался? Ну нахрена, это им делать. Вот опять, вот опять! Погоди, стоп, смысл треугольником? Ну ты чё несёшь? Ну треугольникам полёты, знаешь, как они делают? Роток. А, всё, ехал, ехал. Ну я хотел тебе заговорить, чтобы ты там отвлёкся, чтобы ты не так усердно долбил-то по клавишам, понимаешь? Слушай, я сейчас это, захват тебя возьму, блядь, ты нихря не увидишь. И мне как-то. Я быстренько тебя отпущу и догоню, дед. Чё за захват? Типа захват разума, да? Такой херь будешь говорить мне? Так, полосы глокум-пуярит, да? Так, как? Ну вот, вот так вот, блядь! Выждь, вонючая! Так, вот, да, я почти. Слушай, ну а какая разница, как нам сейчас ехать? Мне кажется, надо было медленно ехать. Посмотри на наше здоровье. Здоровье. Ну здоровье машин! Поймём. Есть здоровье машин. Ну посмотри, верхний левый угол. Короче, мы на бронзу приедем. Это не здоровье машин. Ну что это? Да, это здоровье. Ебать, да? А как ты меня перегнал? Я не перегнал. Ааа, перегнал. Нет, это не... Ну не знаю, слушай, я на... На бронзу. Или заново. Еба... Чё? Да, блядь, я врезал. Ну посмотри, у меня тоже. Посмотри, у меня меньше, чем у тебя. Едем? Да едем, похуй. Да давай просто на... Сам знаешь, на что это задание пройдёт. Заплевай. Просто заново слишком... Не, ну мы с тобой врезались, срезали всё время. И плюс машина ебанная. Не знаю. Можно вообще было очень медленно ехать. Так, под конец... Так, спокойно друг друга дождаться. Потому что если бы ты первый финишировал, то время там бы пошло. Вот это мне пишут там сообщение. Походу, ребятки, так вы меня забыли. Чё, я вышел нечаянно. Или, не знаю, мамка отключила там. Да ебал я вас, суки, вонючие. Блядь, чё вы тут... Ну чё ты врезаешься, типа? А ругаешься на водителей, да, этих крыс? Ну да, или может меня руки вжать. Как всегда. Всегда ругаюсь на твой. Нихрена у тебя вообще маленькая писюлька. Не-не, не знаю, какая у тебя писюлька, блядь. Имеется в виду на состояние здоровья, брати. А, всё, доехал, брат. Ай, ну давай. Только заново нам. Ладно, давай заново. Но, если бы я был бы на твоем месте, ты бы сказал бы нет, нет. А, я мог. Ну давай, братка, позовём. Можешь позвать? Игрок, мишка. Ага. Ещё один браток, да, какой-то? Да? Давай позови... Позови его тогда. Давай. А, уже не успеем. Нихрена я себе налил, ты, ёбаный. Походу, как... Как... Так, браток. Отплевай, блядь. Давай сейчас... Ой, блядь. Какой? Не знаю. Так, я предлагаю сейчас пригласить братков. Не-не-не, чтобы интереснее было выпуск. Давай пригласим. Да, ты пригласи. Так, мавпа в танке и башню. Ой, мавпа в танке. Вот этот ник вообще охуенный, бля. Мавпа в танке. Типа обезьяна в танке. Так, так, давай. Остались не много. Можешь? А, сейчас я посмотрю. Давай приедем нормально, хорошо? То есть, не врезаться, браток. Нет, 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 нет. Мавпа в танке. А, ты можешь приезжать? А, нет, не... Могу уже. Мы ждем. А, так, кстати, да, мы можем ехать тупо. И только... Давайте тогда на финише там потихонечку, да? Ну, надо. Тупо братку так тоже, кстати, засчитал. Ну, конечно, давай. Тут же самое главное это здоровье. А, не... Время. Хотя, вот, когда ты приедешь, время будет. Нет, только по-тихому давай ехать. Спокойно. А, про что нам пообсуждать? Про пельмешки мы поговорили? Черт, не знаю, там... Давай поговорим, что сейчас в стиме творится. Не все, может, знают. Полная жопа. Так сказать. Может, наши новые маленькие друзья, которые только в стиме зарегают. До конца не понимают всю суть этой, так сказать, высасывательной... Этого... Машины, машины! Машины, высасывательные деньги. И пылесос, короче, ебучий, блядь. В общем, там... Раньше голосование было, на самом деле, не 12, не 24 часа, а... Как мы фармили с тобой голосование? Ну, сейчас же распродажа, ребят, вот. Там карточки. Спокойно фармили, у меня есть 5 аккаунтов. Больше, наверное. 5 аккаунтов, и... С них голосуешь, карточки себе. Я это говорю, потому что... Мне это в последнее время очень заебывает. Но я не могу просто так... Нельзя просто пропустить редкий значок, который можно выбить только вот... В эту самую распродажу. Так что вы не победите. Плюс, еще самая важная информация. Голосовать можно только от 10 уровня профиля. Ну, нам, браток, у меня 44-й, у тебя вообще там 59-й. Вот сколько ты потратил всего денег? На время выхода этого ролика, скорее всего, 60-й будет. Вот смотри, сколько ты потратил всего денег на это? Ты же очень мало потратил. Тысячи четыре, наверное. Три-четыре тысячи. Ну, ладно. Своих денег? Своих денег, да. А, получал... А вот карточки когда выбивал? А качался чисто, нормально так, вообще деньги не тратя, но имея терпение. Я год качался до 26-го, что ли, уровня. А дальше вот для этого. Я тоже 44-й, на самом деле, так же поднял. Так же. Да, тоже на распродаже. Помню, у тебя 27-й уровень есть. Но Макс-то вот 20 уровней, знаете, как поднял? Очень просто. Я медленно выбивал. Да, да, да. Всякие игры, то он там играет и карточки вот эти продает. Да и все. А помнишь, как с самого начала только ввели эту систему, да? Да, у меня была куча карточек. Нет, там был баг, который можно было очень много заработать. Плюс... Ну-ка, погоди, что за, расскажи. А там был баг какой-то, что карточки вообще халявно получались, и причем до бесконечности. И там все продавали. Нихуя! Но это потом мы спалили. Ебать! Я почему об этом не слышал? Потому что в самом начале это было. А мы с тобой в самом начале пинали в самом начале. Я купил этот инвайт для карточек. Да, 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 да. Еще не врезался, что ли? Еще нет. А что? Зачем ты меня? В смысле? Ну, блядь, как еще ехать? Леденай. Ну, главное, хотя бы доехать. Тут видишь, как надо туда-сюда перестраиваться. Туда-сюда. Что-то меня даже какие-то, блин, машины спокойно перегоняют такое чувство. Быстрее. Блин. У тебя-то не лагает куда-то ехать. Ну, да, да. Ну, вот видом, так сказать, из машины очень легко так сэклавировать между... Угу. Что-то я еще про Steam хотел сказать. Что там машины? Что-то про Steam я еще хотел сказать. А, про голосование, про распродажу, уровень. Что-то вот... Там еще такая фишка-то, блин. Ну, допустим, вот эти кристаллы. Вот, 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 блядь, молодец. Полный КС-ки, блядь. Короче, ребят, если вы не знали, можно было просто, я не знаю, кучу... Просто заработать просто халявно 20 тысяч рублей. И даже, наверное... Даже больше. И даже выиграть, наверное, так сказать, на новогодний просто спокойно. Это просто спокойно. А, как вы спросите, да? 20 тысяч рублей. Как? Как можно? Или даже, я не знаю, 50 там... Там до бесконечности до миллион можно, наверное, было бы там срубить. Да, но там все равно деньги приделать, прижимать питание, но очень мало. Вам бы это окупилось... Вы бы, конечно, не вывели бы, по-яркому. Вам бы это окупилось где-то процентов 300, наверное. Да. А, в общем, какой способ? Сейчас сделали такую штуку, что можно истирать свои фоны там, всякие аватары в пыль. В пыль стирать. Пыль... Почему в пыль? Ну, кристаллы, ладно. Крафик же их кристаллы. Да, можно, короче... Самые дорогие фоны и смайлики, они все от игры Valve. Так вот. В основном КС. Да. За каждый примерно фон, самый дорогой фон, вы получаете 100 кристалликов. Это не пол, от Valve только, от Valve. от Valve, да? Да, и, допустим, если у вас новогодних дохринал, которые предыдущие были, предыдущие Summer Sale, там, Winter Sale, да-да-да-да-да-да-да, летняя распродажа точно. Вот эти фоны, они по 100 стираются, то есть 100 кристалликов вы получаете, а 1000 кристаллов это один, кто это? Один мешок и... Один мешок и... а знаете... Погоди, погоди, погоди. Ну блин, дай сказать. Короче, один мешок... Угадайте, сколько он стоил? Сколько максимальная цена была? 89 рублей. Нет, сколько он вначале стоил? Вначале он стоил 30. 30 рублей? Он вначале стоил, потом поднялся, сейчас опять упал. Нет, вначале он стоил 10 рублей, забыл? А, ну да. Вначале, говорю, когда только ввели ты эту штуку. Забыл, что ли? Не, ну, их-то не обязательно было покупать. Ты самое главное забыл. Ну. Добить кучу бесплатных фонов. неправильно, неправильно. Да, блин, ты... Сейчас их запутаешь, наших маленьких братков. Фоны КС до этих самых вот крафта они были по 30 копеек каждый. Купив таких, я не знаю, что 200, конвектируя в эти самые сталы, можно было продать вот каждый этот мешок по 89 рублей. Максимальная цена его была. И, не знаю, у вас было бы не надо, тысяч пенок, может, цена? Нет, ты не понял мою-то, блин, теорию. Ты мог просто, вот, сколько стоил? Там вообще 30 копеек мешок этот стоил. Если ты не помнишь. Один, один мешок. А сейчас он 80, блядь. Ты понял? Мешок сейчас стоит 30 рублей. Ну, сейчас 30, ладно, сейчас подешевел, но ты помнил, прикол, что в самый пик ты бы срубил столько бабла. Смотрите, вы покупаете всего по 30 копеек одну штуку. Ну, они сейчас подорожали фоны, так что это бесполезно. И по 80! Да, блядь, ты про фоны опять, ты их запутал. Наших маленьких братков. Смотри, 10? Да, что ты объясняешь мне-то? Я нашим маленьким браткам хочу объяснить, он на свою тему. Мешок, мешок, я же не про кристаллы, не про фоны, которые там и стираются вот в эти сраные мешки, в один мешок. Я говорю, вот этот один мешок, он стоит, раньше стоил 30 копеек. То есть, вы могли купить штук 2000 мешков, умножаем на 30 копеек. Я не буду, я не математик, можете посчитать. Вот. И потом, вот, не знаю, сейчас два дня назад он стоил 80 рублей. Вы представляете, какая выгода? Укупаешь за 30 копеек мешочек, продаешь за 8. Пиздец. Да не понял, не правильно. Ну и как же? Почему неправильно? Один фон, сто этих ёбаных кристалликов. Мешки сколько? Тысяча. Тысяча. фонов это 3 рубля. Блядь. Я же не... Чувак. Я не про это говорил. Не про это. Тратишь 3 рубля, получаешь 89. Прибыль дохуя процент. Я не собирался... Вот если, допустим, мы сейчас бы отпадали время, я не собирался бы сраные эти фоны истирать. Я бы сразу мешки покупал. Чё ж ты не поймёшь-то? Мешки? Да. Ну да, 10 рублей тратишь, получаешь 89. А там тратишь 3 рубля, и получаешь 89. Да уж, мешки покупать. Так ты говорил они, что за 30 копеек эти мешки стоят? Да не мешки, блядь, полные, ты чем меня слушал? Ну ладно, ну ладно, тогда 10 рублей, хорошо. Ладно, то есть вы бы купили... Ни хрена, у тебя лагает. То есть вы бы купили по 10 рублей, ладно, продали за 80. Ну тоже выгода. Ну пиздец ты. Кто тебе там, блядь, что-то помогает делать? Тоже... Ну короче, вы поняли, что выгоду можно было так у них. Самое главное, это всё идёт вовремя, как вот с... Как это вот игра от Ubisoft за 5 рублей? 2 часа. Валент Херт. Валент Херт. Валент Херт. Да, игра хорошая. Я купил, я думаю, сотрю, что-то цена, какая-то маленькая. Валент, ты мне сказал, я что-то не поставил, что это от Ubisoft. Ты думал, да, полхуча. Ну да. Сейчас так жалею, пиздец. И кстати, ты сказал мне потом, что это типа специально было. Да, это специально. Почему? Ну, потому что это спе... Люди думают, что это баг нихуя. Я абсолютно, абсолютно уверен, что это всё делали разработчики специально. На 2 часа игру сделать за 5 рублей, они в принципе ничего не потеряли. Ничего не потеряют, ты издеваешься что ли? Они там до хрена потеряли. Там 2-3 миллиона человек и их игру купили за 5 рублей 5. Умножаем на 2 миллиона. Сколько прибыли мы получаем? Считай. Объяснять, я думаю, не надо. Но мне кажется, это всё равно мало для разработчиков. Для нас это такое, аж большие деньжишки. Это я помню, когда я был маленьким, короче, да, родители зарабатывали типа, сколько там, тысяч 30, 40. Вот. Я думаю, ни хрена какие деньги. А на самом деле, ребят, 30-40 тысяч, это что вообще? Это что? Уже это практически не деньги. Особенно с нашим курсом валют. Плюс сейчас повышаются цены на всё. Это вообще не деньги. Вот так вот. Так, я кстати помню эту дорогу. Да, тут вроде были. тут беру ебанский. Мы тут долго-долго, кстати ехали ещё. На, браток. Так, сторонний финиш, финиш. Пробуй финиш. 19 километров. Да блядь. Ну половину. Блядь. Ебаный. Осторожней. Сухай, ебаный. Пока зелёненькая полосочка, то хорошо. Может ещё не смуфилишься. О, да, можно я первый ходу? Доеду, всё равно больше будет. Ну конечно. Ну только притормози, хорошо. Хотя, ну в бомбе мы в принципе едем. Вот. Я не могу просто взять и не срезать. Я всегда срезаю, ты же знаешь. И чем это обычно кончается? Ну блин, тут здоровье, браток. Что делать? Аааа! Сука! Как мне ехать-то? Я не понимаю, блядь. Ну и спокойно, вперёд, ручничок, значит, зажимаешь и дрифтить. да я так говорю осторожнее осторожно там пуфел о чем нам еще поговорить новый год надо поздравить братков с наступающим это в отдельном в итоге года ребята мы там запилим вообще с вами поебажем стараемся на это было я постараюсь сделать так чтобы не отвлекался это было да да я так и у меня все на немастер так отвлекаться я люблю кстати и перебегать стима на тему очень готов клювы на 15 неплохо вся три километра типа я проехал до 66 я больше тебя не сократил то братишка да нихрена ты там главное не попал не попал не ряду ну да да давайте заедем кстати братишек пригласим что-то видишь он перезаходит видимо не знает как выходить то сейчас побольше пригласим хотя я сейчас могу его наверно так сейчас погодите спасибо конечно ожидание игр ой блять а прикинь сейчас заново нет точно нет если да то я не надо переставить потому что я помню такую игрушку там когда приглашаешь игрока все заново начинает я вот не помню какая знакомая да да это было поворачивайся мы кстати забросили по еды 2 на время это все в новый год будет кстати новогодняя еще один там там где команды о чем приложение значит и не принял там успел не было не чуть-чуть давай так осторожней ой ч в годов 40 километров это слишком хотя бы надо хотя сотри разработчики в 4 нам надо самим стать чем мотивировались в разработчики тем что вот такими полями здоровенной картой очень типа нам приятно будет играть я не охуеваю чувак честно 50 реальных там да но в масштабе там все один что-то лавирую 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 да выуверить не могу по выебанным едем да по выбоенным по выебанным по выебанным друзья если вы сможете повторить еда по выбоенным и с выборами буду говорить как я то вы молодец можете взять пирожочек с полочки только при родителях не говорите хотя нет говорите про пакетах готовы не только я про меж глаз по выбоенным выебанным такие вот дела братки кули сокрем еди еди водоток через километр ай вспоминать кстати митая то что а я спокойно спокойно братишки пидо бля ты что ж такое а ты в кого врезался все ты в пустое место врезался то это вообще машин ты чё в этом хитро выебанным как ни хрена вы прикиньте у ее машины там у меня нет как так я честно не ебаю японская гонка тут просто толпы да да я поэтому друг никогда не ебаю я не буду спрашивать как же ты такой как же ты на пустом месте инкассаторская хуйня блять браток решил вот так на пустом месте ой знаете ка я в стенку если я сейчас не доеду я хуйню не доеду я не могу ехать место на меня это бесит а вот теперь машины появились а где браток в смысле ах ну еди до финиша давай как ты я не могу ехать медленно ехать до финиша что за говно ехать до финиша ну ладно ну как ты как как ты смог то как мне ебать с так да не буду на самом деле я опираться я сам вот у тебя заебись я тут вебал с 10 раз нах ну я вот говорю управление здесь получше я сразу посмотрел на твою машину в самом начале подумал управляемость управляемость же у ней у нее я вообще хотел ниссан взять этот 350z но потом подумал типа Ну потому что он слишком медленный, хоть там управляемость охрененная, но он медленный. Я поэтому решил вот эту шевролет. Не прогадал. Нет, мог и прогадать. Кстати, там еще же были мувстанк. Мог бы взять. Цены на бензин растут. Это, походу, болезнь ГТА. Ой, 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 грузовички, блядь. Тихо, тихо. Нахуятый ебашень. Грузовички чемпустили. Все, готово. Ну жалко, что тебя, так сказать, выбросило. Ты что там еще дальше бы объебался? Ну ты второй. Правда, очков сколько ты получишь, мы уже примерно знаем. Я 24 штучки. Очков это, по-моему, от денег сколько получишь. А, кстати, а почему я не получил запчасть? Что это дело? Или получил? Нет, не получил. Прикинь? Я запчасть не получил. Странно. Зато прошли гон. Так, вместо ли участников команды четвертой? Ну давайте пригласим. Где там наш браток? Чего вот он? Давай ты пригласишь. Мапа в танке еще, блядь. Мапа точно приглашаем. Я не могу. Я же тебе говорю, я не могу. Чего мы сделали? Проехали? По кругу поди, куда? Ну, грязный. Как? Да погоди, пригласи наших братишек. Я не могу, потому что, ну вот сам знаешь, что будет. Так, вот ты одного пригласил. Чего пригласил? Странно, думаю, погоняем реально, вот гострайдер и... Чего вот он? Тень, браток. Тут придется... Много? Вообще, допустим. Что говорит, результат? Три бакс. Короче, как вы видите, братишки наши не хотят играть. Мы там уже пригласили. Настоящее другое, да? Но не понимаю, чем проблема-то? Вести подогрение. Ну, посмотри, что он написал. А, понимаешь? Ну. Мапа в танке пишет, что-то. Ну-ка, ну-ка. А, понятно. Нет, он, скорее всего, покинул команду. Я уже вам, кстати, подсказал, как... А, как ты ему выписал? М? Нет. Ну, писал, конечно. Перед записью написал, типа, ну давай с нами. Браток из хочешь. Смотри, в чем прикол. Давай на эту пойдем. Скорее всего, ребят, смотрите. У него какой уровень? У него 15 уровень. Скорее всего, только из-за этого. Я просто не знаю... Вот у Гострайдера был уровень 16 вроде, да? Так почему он смог, а? Ну... Как вы?